Диана Алмазик Итак, собственно, дорогие мои, кто не знает, так получилось, что иностранные языки присутствуют в моей жизни регулярно. Я не буду совсем уходить в подробности, но скажу одно. Английский я знаю на уровне носителя языка. Собственно, я являюсь носителем английского. Поэтому так получилось, что с 17 лет я постоянно так или иначе занимаюсь репетиторством. То есть я преподаю английский язык всем желающим. И, кстати, это были не только далеко, не только русскоязычные. Это были самые разные иностранцы. И рано или поздно, во-первых, это привело к тому, что у меня появилась своя методика. Она бешеная, крутая и очень круто работает. Второе, это привело к тому, что я открыла свой центр по изучению иностранных языков. Целых три года он у меня работал. К сожалению, в прошлом году из-за кризиса. Но ниж правил, ниж могла я, ниж могла. Одной тянуть эту лямку было, правда, сложно. Неудачно вложилась, не с теми поработала. Никогда не работайте с человеком по имени Майя. И, собственно, вынуждена была все закрыть. Но на самом деле сейчас я об этом не жалею, потому что у меня есть вы, у меня есть любимые мои дела. Поэтому продолжим. Немножечко будем соответствовать образу. Итак, дорогие мои, собственно, сегодня я хочу рассказать о некоторых вопросах. Они же мифы, они же бредовые какие-то идеи, которые ограничивают вас в том... Слушайте, так сегодня шумно на улице. Мне кажется, с приходом весны все резко активизировались. Сплошные машины. Очень много появилось бредовых идей, которые именно вас ограничивают в том, чтобы знать, например, английский язык идеально. Первое, о чем я слышу постоянно, ну, в моем возрасте уже язык не дается так легко, вот вы молодые, вам легче учить. Ерунда, бред. Хватит писать мне сообщения. Ерунда и бред, дорогие, все зависит, первое, от мотивации, второе, от той методики, которую вам дает тренер. Заметьте, я не говорю слово преподаватель английского языка или учитель английского языка. Почему? Да потому что у меня приходили учиться все эти преподаватели лингвистических вузов с высшим образованием. Потому что то, что если вы умеете перевести написанное на листке, никогда не гарантирует того, что вы можете передать свои знания и научить кого-то разговаривать на английском. Я всегда употребляю слово тренер, себя и называю тренером по английскому языку, потому что я натренировываю народ на применение нового языка. Итак, возраст никак не связан с тем, что вы можете или не можете учить. Залог – это всегда методика, которую дает вам тренер ваш. Второе – это то, что вы уделяете время на выполнение заданий и на поиск новых знаний. Потому что тренер, я лично так считаю, это святая обязанность любого тренера – дать вам инструмент, как выучить английский быстрее, но минимально использовать своего тренера. Это, кстати, у меня не живот бурчит, это у меня собака под столом, а в подъезде кто-то посмел жить кроме меня. Поэтому, да, Агапи иногда на них рассчитывал. Второе – это что очень-очень важно. Вам не кажется странным? Вы 10 лет в российских школах учите, ну, например, английский язык. 10 долбанных лет. Ребята, этот язык не зря сделан международным. Он очень простой. Послушайте, вы разговариваете, читаете и общаетесь друг с другом на русском языке. На русском! Ну, конечно же, вы можете выучить английский. Более того, я хочу вам сказать, что вы можете выучить его так, чтобы не учить его 10 лет. А после этих 10 лет вы выходите из школы и снова идете к репетиторам, на курсы, едете за границу. Вы срочно пытаетесь что-то сделать. А почему? Да потому что в школах не объясняют, зачем вам английский язык. И когда вы подрастаете, когда вы видите фильмы на английском и песни на английском, и вы понимаете, что, о, черт, я не понимаю о том, что поет Бейонсе, вот тогда у вас появляется мотивация. И тогда вы начинаете активно хотеть его учить. Но, ребят, 10 лет-то вы уже про... Ну, что будем делать? Будем, в принципе, работать со своими детьми, давать нашу методику нашим детям, раз уж у взрослых пока что нет возможности вернуться назад вправо. А еще я заметила одну штуку. Тут английский, который так или иначе знают, знают сегодняшние ребята. Первый вариант, я называю это сутенерский английский. Это когда люди совершенно не отдают себе отчета в том, что вот эти все Yo, I wanna go, you wanna flow, и вот это вот все, это действительно язык, ну, каких-то, ну, дешевых проституток. И этому языку не место, ну, не то что на деловых переговорах, ему, в принципе, даже в общении с друзьями не место. Потому что если этот язык трансформировать в русский аналог, то это будет Yo, чувак, я просто балдею с того, какой ты приколист. А вы так своему боссу скажете? А коллеги, которых я слышала, говорят. Почему? Никто не объясняет, никто друг другу не помогает и не говорит о том, как это слышно со стороны. А поверьте, иностранцы очень даже обсуждают все эти прелести русского, английского языка. Ну, не только русского. Второе, что я заметила, это, я так называю, английский фрегидных стерв. Это, вы знаете, такой правильный, это даже не бритиш, нет. Это такой вот, такой изнасилованный английский язык, такой тут, сука, правильный. Но, ну, никак к жизни неприменимый. И вот еще с таким мерзотненьким акцентом. Ребята, я уважаю любые знания, которые есть на планете. Но я также знаю очень много про общение, про взаимодействие, про продажи, про то, как продать какой-то продукт себя, про самопрезентацию, про технику ведения переговоров. И вы знаете, черт подери, акцент имеет значение. И как же чмошно выглядят на переговорах все те, такие красивые, со своими тесотами и роликсами, вот со все вот эти вот такие графичные челки, вот эти вот Тиффани и Пандоры на руках. Ну, вашу мать, ну, возьмите тренера, ну, за неделю, ладно, ну, допустим, за три, ну, почистите вы себе акцент, ну, не вопрос, это трех лет, вы понимаете? Ну, запомните, что это возможно, ну, серьезно, ну, возьмите учителя по музыке, пусть он научит вас слышать, и подражайте фильмам, актерам в интонации, не в словах, помните, просто тенерский, английский, а в интонациях. Ребят, обращайтесь, я подскажу, что смотреть, что делать и куда бежать. Еще, что мне отдельно хотелось бы отметить. Так как русский язык достаточно сложный, и, в принципе, в школе он преподается долго, и через такие, прямо скажем, мучения, люди привыкают. В российском менталитете есть пунктик на тему того, чтобы было сложно. То есть, когда вам дает материал тренер и говорит, это легко, на уровне дел, это правда оказывается очень просто, вы начинаете подозревать. Ну, не может быть, чтобы все было... Ну, я сквозь всю жизнь продираюсь сквозь все эти заросли трудностей. У меня... Я сражаюсь утром в метро и вечером с домашними за пульту телевизора. Ну, не может быть, чтобы какой-то английский был легким. Поэтому мне даже кажется иногда, что это какая-то государственная программа, что все учебники английского языка для вас так усложнили. Ребята, в английском нет правил, понимаете? Нельзя назвать правилом, если есть 300 миллионов исключений. Согласны? Так вот, вам старательно пытаются систематизировать все знания английского в некие правила. А вы их старательно зубрите, чтобы сдать тесты и написать экзамен. А потом отдельно в тетрадку списком из 500 миллионов пунктов вы записываете исключения. И так же их учите. Поверьте, и мои ученики вам это подтвердят. В английском есть общие тенденции. Английский действительно очень прост. Я свожу все очень быстро к единым тенденциям в английском. И вы знаете, поняв что-то один раз, эти знания с вами, как кататься на велосипеде, на всю жизнь вы никогда не умудритесь забыть то, что вам грамотно донесли. Я очень люблю это дело, и я поэтому занимаюсь этим делом столько лет. Я всей душой желаю, чтобы россияне очень круто презентовали себя, свою страну и свою нацию в путешествиях, в общении с другими национальностями, где угодно. Например, мы запускали в прошлом году проект «Английский язык для спортсменов высоких спортивных достижений». Я правда очень горжусь тем, что всегда, всегда у меня получается побороть этот стереотип, что спортсмены тупые, или же что кто-то там недалекий, или то, что старикам не дается английский, потому что что-то у них там в памяти, или же, например, что дети, они какие-то такие космические, что им нужно придумывать какие-то невероятные способы для усвоения информации. Итак, резюмируя все то, что я вам сейчас сказала. Я хочу, чтобы вы сделали для себя главный вывод. Вы сможете выучить любой иностранный язык, вы сможете сделать это быстро. Что такое быстро? Это значит, что за 3-4-5 месяцев вы действительно можете научиться говорить. Это вранье, вам не нужны годы. Вам нужна правильная методика, мотивированный тренер, который не деньги из вас тянет, а который задыхается от желания передать вам знания. Понимаете? Это не должно быть поводом для коммерции. Да, деньги – это чудесно. Но я считаю, что наша страна заслуживает иметь ребят, специалистов, да и просто прохожих, которые не прячутся за ближайший кирпич, от вопроса «А, do you speak English?». Понимаете? И это касается не только взрослых людей. Как приятно идти по Парижу, остановить шестилетнего мальчика и что-то спросить по-английски. И почему этот мальчик не убегает от меня, как от маньяка-извращенца? Да потому что ему в школе объяснили, зачем ему английский язык, и поэтому он не стесняется им пользоваться. Я, правда, ходила в русскую школу, имеется в виду в российскую, да, меня не взяли на работу, у меня финансовое образование, ну вот финансовая академия при правительстве Российской Федерации, не является хорошим источником диплома для того, чтобы разрешить мне работать с детьми. Но я уверена, что когда-нибудь я и в этой сфере прорвусь, поэтому, дорогие мои, если у вас есть какие-то вопросы по изучению английского языка, задавайте их. Я, правда, попытаюсь на всё ответить. Может быть, я буду, да и, скорее всего, записывать другие видео, на самые разные тематики. Ведь у меня много разных знаний, самое главное, даже не знание, никогда не претендовала на должность самой умной. У меня много опыта, и я с вами поделюсь. Ставьте свои лайки, оставляйте свои комментарии. Я всем всегда рада. Подписывайтесь на мой канал. Во всех социальных сетях у меня такой же никнейм, Диана Алмазик, и помогу советом, насколько смогу. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok